Можно просто всё сжечь, а? Нет, 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 всё, до свидания. Обувь для стриптизиоржа. На самом деле, я бы выбросила здесь всё. Вся моя жизнь была бы ДСМ-вечеринка, да? Помойку. Блин, неси мусорные мешки. Не буду нести, я не буду нести. Всё, я устала. Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. А впрочем, ничего нового. И сегодня, знаете, что сегодня произойдёт? Помните, недавно я снимала видео, где я показывала мою распаковку очередную покупок с Алиэкспресс? И под этим видео я просила вас написать, если вы вдруг хотите, чтобы я вызвала какого-то крутого стилиста для разбора моего гардероба. Короче говоря, сегодня я его вызвала. Сейчас ко мне придёт стилист. Я покажу ему замечательные мои вообще потрясающие вещи. В том числе, вот эти вот прекрасные, вообще-то кастомные вещи а-ля Еж Грязь. Кстати, предположительно, что именно из-за этого худока меня выгнали из Литуаля. Но это, если вы вдруг ещё не знаете про последние события. Сейчас придёт стилист. Ну, стилисту, короче, сейчас будет очень весело. Надеюсь, мне не будет грустно, потому что ему будет весело. Посмотрим, что нам вообще скажут, что расскажут. Возможно, придётся выбрасывать весь гардероб, а возможно, ему всё понравится. Ну, это, конечно, маловероятно. Так что, давайте подождём стилиста. И прежде чем мы начнём, обязательно подписывайтесь на мой канал. Тык. Включайте себе уведомления в аппликациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Ах, да. Меня, кстати, Лиса зовут. Я... Я не знаю. Какова вероятность того, что после этого у меня останется одежда? Я на твоём месте готовилась бы к поездке в какой-нибудь торговый центр. Если что, это Лорена. Лорена это моя очень хорошая подруга. Мы с ней давно общаемся. И да, она звёздный стилист. Она стилизует всевозможные... Чё ты там стилизуешь? Клипы, фильмы, сериалы. Короче говоря, она такая вообще крутая девчуля. И я ей сказала, будь со мной максимально жестокой. И она сказала, ну ладно. А теперь я чё-то поняла, что она реально будет жестокой. Лиса. Своё позволение я посмотрю, что вывешала на этом прекрасном рейдер. Ну, не могу не отметить сразу вот эту прекрасную вещь. Просто ты в тренде. Это чё пентаграмма? Это тоже хендмейт или ты такое купила? Нет, я купил. За 6 тысяч вообще-то. Вообще-то вот это мне нравится. Ну, честно говоря, мне не нравится. И я сейчас объясню почему. Потому что... Это стоит 500 рублей. Ну вот оно и выглядит, если честно, как 500 рублей. Блин, ребята, оно не выглядит на 500 рублей. Оно выглядит хорошо. Нет, ну подожди, оно выглядит нехорошо, потому что здесь уже появились какие-то катышки. И несмотря на то, что оно бледно-розового цвета, оно выглядит каким-то серо-розовым. И видно, что вещь, ну... Нет! Нет, 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 всё, до свидания. Ай, ну так, най! Что это? Я не понимаю. В кошачьих волосах это что с ним? Надо бы толстого быть. Это это платье такое. Какое это платье? Подожди. Платье! Нет, подожди, покуда оно? Да нормально платье. Я так ношу. Можно тоже? Давай, ладно. С чем ты это носишь? С колготками чёрными. С колготками чёрными. Вещи должны украшать. Не нравится? Блин, ребят, я уже жалею. Зачем вы сказали мне пригласить стилиста на этот канал? У меня сейчас вся одежда такой летит. Вот это вот что за привет нулевые просто скажи мне? Это Москина. Москина Playboy коллаборация у них была. Это нужно было купить. Я в этом каждый день хожу. Это я не выброшу. Это стоило 150 тысяч. Ладно, хорошо. В основу 150 тысяч не выбрасывай это. Хорошо, я не выбрасываю это. Ну, футболка, ок, ладно. Это кроп. 300 рублей. Кроп 300 рублей меня порадовал. Смотрим дальше. Вот здесь. В целом для каких-нибудь твоих извращений на YouTube можно оставить. Ура! Извращение на YouTube. Свитшот, который я думаю ты тоже носишь как платье. Нет, это я ношу с джинсами. С джинсами. На самом деле, если ты наденешь вниз какую-нибудь длинную рубашку, черную или белую... Будет хорошо? Будет супер длинную прям. Блин, я так не носила. Я теперь попробую так. С какими-нибудь грубыми ботами? На самом деле, я бы выбросила здесь все. Вот, да, вот с ними. Это ты мне сказала покупать, хотя ты скажешь выбросить, я тебя побью. Нет, к рубашке у меня нет абсолютно никаких вопросов. Прикольно, прикольно, у меня вопросы к... Ну он делает грудь, посмотри, он... В смысле, он делает грудь? Ну ты потрогай, смотри, там... Я вижу, там такая грудь, что как бы, ну... Я против. Почему? Зачем она тебе? Что-то была. У тебя и своя есть. Ну блин, нет. Короче, рубашка да, топ. Помойку. Пока стилист осматривает, с чем ему предстоит иметь дело, я предлагаю вам посмотреть на то, что у меня здесь появилось. Смотрите, что мне подарили. Блин, я просто кайфую. Это куклы Fail Fix. И их прикол в том, что они как проверка лайфхаков на моем канале, насмотрелись типа по сюжету лайфхаков в интернете и пробовали их повторить, у них ничего не получилось. Это же просто... Это же просто куклы моего канала. Мне это подарили, я безумно счастлива. И я хочу сейчас попробовать их распаковать и посмотреть, на что эти куклы будут похожи после того, как ты приведешь их в порядок. Здесь типа ты можешь распаковать каждую куколку. Каждая абсолютно обладает своей индивидуальностью. И в какую прекрасную диву ее можно превратить. Кстати, у каждой куколки есть имя. Вот эта куколка, которая у меня в руках, зовут Preppy Posh. И вторая девочка у меня с русыми волосами. Слейд Диджей. Теперь только мы с вами можем спасти ситуацию у этих кукол. Возьми луки в свои руки. Почему у нее в ботинке в волосах, Ару? Ох, она вот в этом платье. Ну, вы просто на нее посмотрите. Это реально fail-fix. Очень и очень четкое название для этих игрушек. Мы сейчас с этой куклой очень похожи. Но даже у меня нет ботинок в волосах. Почему? Почему у тебя в ботинке в волосах? Как до этого дошло? Как жизнь тебя до этого довела? Давайте тоже вторую распакуем и потом повторим какой-нибудь образ. Плюс мне очень интересно посмотреть, какое там будет платье под этим халатом. Первая и вторая. Какая вам нравится больше? Они обе потрясающие, но я очень хочу в честь кого-то делать макияж. Посмотрите, у этих кукол даже фигуры разные. Я не сразу заметила, у них разный цвет кожи и разные фигуры. Это просто потрясающе. Я считаю, что это очень круто. Давайте для начала достанем вообще все лишнее из ее волос, потому что, ну, ботинки не должны быть в волосах, ребята, считаю. Это что вообще? Что это? Это серьги у тебя? Почему у тебя серьги? Или что это такое в волосах? Боже, мне так нравится. Ножки такие... Ну ладно. Сначала нанесем, короче, ей маску. Здесь сказано, что если нанести ей маску и вот так вот несколько минут подержать, то будет происходить какое-то колдунство и магия. Так что давайте сделаем это. Она выглядит как-нибудь загоргонно. Все, и теперь подождем вместе с этой маской несколько минут, пока я буду расчесывать ей волосы. Эти волосы очень приятные. Они такие мягкие, они очень пушистые. Они прям очень-очень классные. Давайте откроем маску и посмотрим, что за колдунство там произошло. О, боже мой! Ну, это что такое? Ты кто вообще? Почему ты такая подчаровательная? Посмотрите. Ну все, я теперь пойду и сделаю сейчас такой же макияж. Очень красивая. Вообще. Теперь я быстренько сделала под нее образ, потому что я очень хочу повторить вот этот вот макияж. И сравним. Хочу ее завязать низкий хвост, как у меня, чтобы вообще аутентично было. Одно лицо. Так, осталось сделать звездочки и бордовую помаду. Мне кажется, получилось достаточно похоже. А знаете почему? Потому что вот когда ты не пользуешься глупыми лайфхаками, все хорошо получается. Ну, просто красота. Мне так нравится. Ну, кстати, куртка-рубашка. А, ничего себе. В этом можно ходить. Почему она? Ну, если она тебе нравится, то она имеет право существовать. Но в целом я не любитель вот таких воротников. Мне не тепло. Это аниме? Ну да. А есть нормальная одежда вообще? Ну блин, но ты меня сама каждый день практически видишь. Ты мне скажешь, есть нормальная одежда или нет? А, извините, как бы я ее повернула не той стороной. Тут девятихвост и лис. Это вещь, которая совсем не похожа на предыдущую. Тут лягушки, которые в рамёне. Да. Когда я бы значков прифигачила сюда. Я на самом деле, короче, просто отбеливатель разлила, потому что мы однажды ехали делать кастом, и я бы отбеливатель к себе прислонила, и я закрыла его значком, пином. Окей, ладно. Это что-то отвратительного просто качества. Настолько отвратительного, что просто, мне кажется, сейчас разряды тока будут проходить по мне. Ну, потому что, как бы, вот это носила бы даже я, которая не видела ни одного аниме, кроме Sailor Moon, если это аниме. Блин, тут опять для увеличения. Но я ни разу не носила. Ты какой-то корейский бренд не прислала. Не, ну, подожди, это купальник же. Не, это боди вроде. Но в этом можно и плавать. Но в целом, почему нет? Жёлтая боди всегда может быть в гардеробе у женщины. Кофта с голым плечиком. О, боже. Я нашла свой фаворит в этом гардеробе. Что здесь написано? Я просто не понимаю. Я просто не умею читать. В общем, короче, я поняла. Ты ответила на этот рейл самые прикольные шмотки. Но я знаю тебя слишком много лет, чтобы не знать, что вот там есть залежи. Что мы с этим будем делать? Я не знаю, что мы с этим будем делать, но нам точно сюда надо. Я не хотела тебя в ту комнату отправлять. Но ты сама туда собралась. Просто ничего не говори. Просто. Так. Ну, во-первых... Обитель сатаны не надо. Я надеюсь, ты наложишь сюда какой-нибудь эффект, чтобы... Да, я стала сатанинским стилистом. Боже, моя любимая сумка. Просто. С детской зары. И тут ещё... Как ее зовут? Забыла. Это Сэнди и Спанчбоба. Розовый рюкзачок Виктория Сикрет. Серьёзно? Скажи мне, что ты купила его для того, чтобы приделать сюда какой-то аниме-брелок. Пожалуйста, я тебя умоляю. Вот это. Это я вчера купила. Ну, она прекрасная. Брелок очень топовый. Ну, вот просто. Мэнч Года? Да. Не иначе, просто. Стилист одобряет. Круто. Экскюзми, а что по люксу в этом гардеробе как бы? О май гад. В основном мне все это просто дарят. Это одна из моих самых первых дорогих сумок. Да, новый брелок. Ладно, он базовый. Я хочу ещё отметить, что в этой гардеробной было бы неплохо не переломать себе ноги. Короче, в этом ряду у меня висят платья. Здесь у меня какие-то худаки, здесь футболки. А тут ботинки. Вот спортивная костяма с перехода из Кореи. Так, это у нас платье Twitter Moschino. У меня ещё был розовый, но я отдала его Жене, а потом Женя отдала его Маше. В целом оно может остаться, если опять же ты будешь носить его с широкими модными джинсами, wide-leg'ами. Можно сразу вот даже вот... Ну вот это вот стиль романтичной облидесы. Ну как подиумное Versace. Ну вот. Давай продадим. Давай не будем выбрасывать, давай продадим. Давай устроим голосование. Ребеноскоп можно продать подиумное Versace платье. Которое выглядит вот так. Кстати, когда с Лисой только познакомились, она постоянно ходила на огромных... Только они за тебя стоят-то, может продемонстрировать. Например, вот это, мне кажется, были любимые. Не, не эти. Были такие же, но... Вон они, вот они. Вот они. Вот эти. Да. И она так быстро в них ходила, что я в кроссовках не успевала догнать её на каблуках. Ну, Гуччи я не могу выкинуть, а платье, пожалуй, да. Если честно, они мне нравятся. Да. Ну, тут символ Марс. И написано с Эллор. Можно, да. Серьёзно? А вот это просто... На самом деле, я не понимаю. Ну, то есть, очевидно, что это платье в своё время стоило немаленьких денег. Но у него такое отвратительное качество. Просто его вот даже трогать неприятно. Я не хочу, чтобы твоё тело когда-нибудь ощущало на себе такую неприятную ткань. О, смотри-ка, а тут есть практически клон. Нет. Вот это не выбрасывай, мне оно очень нравится. Я его не ношу, но оно мне нравится. Ну, можно платье из H&M я выброшу? Ну, нет. Ну, зачем тебе оно? Давай купим тебе нормальное платье. Ну, как бы, без отблеска. Нет. Азиатская женщина. Блин, тут реально много одежды уже выкидывали. Ну, что это такое? Это Валентина. Ты Валентина выкинула? Ты, ты выкнула Валентину платье, ты понимаешь, зачем? Я сейчас ещё туфлями в тебя начну бросаться. Мне цвет понравился. Просто... Надевай. На носок, да? Настроение. Принц нашёл свою желудушку. Это, наверное, надо было раскрывать. А ты слышала про кроссовушку? Я даже вот помогу тебе... Скажи мне, что ты ходила в этом на БДСМ-вечеринку. Нет, я ходила просто гулять. Вся моя жизнь была БДСМ-вечеринка, да? Нет, я такого не говорила. А чем они тебе не нравятся? Они же крутые. Они, типа, очень крутые. Я даже сейчас могу их носить, и мне норм в них. Ну, я и говорю, это такая жесть, что я их оставлю. Ну, вот верх не ряд, можно полный... Боже. Здесь? Боже. Шелковые туфли с кружевом просто. Вы такое видели? Я в школу ходила в них. Обувь для стриптизёров. Ну, вот нормальный ватиль. Это сальп, потому что... Ну, на самом деле, они выглядят прикольно, но... Я бы не рекомендовала, конечно, такое носить. Я не знаю, это из картона или из чего они. В Германии купила за 7 евро. Ношу постоянно. Смотрите, они убитые. Потому что их постоянно ношу. Смотри, они реально убитые. Давай выбросим убитую обувь. Ой, а тут у нас есть, кстати, опция по цветам. Если сегодня вы не настроены на синий, вы всегда можете надеть чёрное. Там просто одни 35, другие 36, потому что одни в школу, когда была вообще малыш. Действительно, вот эти носила Бисуня малыш. А вот эти, когда девчонка выросла и позволила себе яркие цвета. Нет, серьёзно? Ну, ты точно ходила на БДСМ вечеринки? Я не верю, что, ну, как бы... Какой вообще-то... У тебя длина ноги... У тебя вся нога получается? Вот, ну, просто вот, вот, ну... Да мне норм было, я в них гуляла. Это я купила на вырост. Я была мелкая. Я, типа, купила на вырост 37 размера. Но я так и не выросла. Эх, носила с тёплой стелькой, кстати, где она где-то там валяла. С тёплой стелькой, чтобы они мне были как раз. Боже. А есть что-то в этой жизни выше, чем каблук у этих Гуччи? В целом, если ты хочешь знать моё мнение, вот это всё можно собрать и отвезти куда-нибудь в костюмерку, кстати говоря. Хотела сказать в комиссионку, но подумала, что в комиссионку, скорее всего, это не возьмут. А в костюмерку нормально. И я потом буду брать это на съёмки, когда мне нужно будет стилизовать что-то. Не очень модно. О, вот тут, кстати, вот эти вот очень классные, очень красивые. Бра! Одобряю. Это кастом. Это тоже одобряю. Класс, я очень рада, потому что это всё относительно новое. Вот это супер одобряю. Там вот что-то, что лучше не доставать. Вот это тоже одобряю. Это крутая обувь. Базовые сандалики, никаких страз, никаких шипов, никаких каблуков. Очень... Носила я их несколько лет подряд, они уже убились. Очень мило выглядят. А там вот, кстати, какие-то тапки гейши, по-моему. Ну, в целом, они тоже прикольные. Могут остаться. В общем, вот эта зона меня пока что... Ой, я нашла одну красную туфлю. А для второй я не знаю, возможно, больше её нет. В общем, я предлагаю... На самом деле, с одеждой всё не так плохо, но с обувью пока что полный... вообще, полный финиш. Я думаю, что нам надо будет ехать покупать тебе обувь. Нормальные кроссовки, а не Sailor Mars. Ну, как бы, извините. Это от комплекта. Это от комплекта, это отсюда. Это комплект был. То есть, ты такая... Ну, да. А в промежутке... Мне надо... Да ты чего? Посмотри на белоснежку. Ну, посмотри... Ты что делаешь? Там Шанель, брюки... Блин, Лорен, чего? Не буду нести. Я не буду нести. Ну, ты чего, Лорен? Ты что творишь вообще? Это кастом. Ты сказала, ты любишь мою кастом. Почему? Ладно, хорошо, погорячилась. Это оставил. Ну, остальное, ну, типа... Ну, это тоже кастом. Что? Что за просто трухлявая дырка? Ну, это кастом. За кастомишь новые? Не, ну, сатанинскую маику мы оставим. Хорошо, спасибо хотя бы на это. Ты что, в Бритни Спирс играешь по ночам? Что за вообще... Я в душе. А это вот пережиток готического детства. Нет. Миллион одинаковых какой-то черный свитер. Можно просто все сжечь, а? Не будем мы это сжигать. Мы это не будем сжигать. Успокойся, мы не будем это сжигать. Все, я устала. Просто посмотрите, она вообще всю мою одежду сказала. Это все надо сжечь. Она сказала, что это все надо сжечь. Ну, да. Не, ну, после увиденного нам точно надо ехать в магазин за нормальными всем. Просто... И я, конечно, могла бы выбросить здесь вообще все, но я не хочу оставлять тебя совсем уж голой. И некоторые вещи ты любишь. И слезно молила меня не выбрасывать, поэтому ладно. Блин, дела, короче, очень плохие. Я не знаю. Я вообще не знаю, что происходит. Лорен, ну, ты меня любишь. Ладно, на самом деле, она меня очень любит. Я даже желаю от меня лучшего. Я это прекрасно знаю. Вот косплей? Не смей трогать даже косплей. Ладно, я не буду трогать косплей, конечно же, но... Что это? Не нужно идти в этом на Хэллоуин. Это я сама... Типа. Давай ты скинешься Лисуне на нормальный костюм на Хэллоуин. Ну, я сама это делала вчера. И перед своими приходами, кто именно тебя смещает в этом? Давай я тебе это надену, покажу. Курсы, кройки и шитья просто. А это что? Это топик. Не, очевидно, ты сама его, да? Вот просто... А, аккуратно. Настя, вот эти вот... Вот этот вот, самопал вот этот прекрасный. Ты могла сделать аккуратно? Нет, ты такой материал его не сделаешь аккуратно, потому что его нужно было прожигать. Иначе он петушился, типа. Я за то, что были Суни, пошла на Хэллоуин в нормальном костюме. Нет, я пойду в этом. Ну, а что? Ну, каков будет вывод? Вывод? Собирайся. А что надеть-то? Кис, что по носкам? Честно, мне стыдно. В принципе, вот так можно. Наденьте поверхность. Все, пойдем. Что ты? Что ты издеваешься на дому? И скажи, что я плохо выгляжу еще при этом. Что, хочешь сказать, что меня можно выгонять из литвуаля? Я просто не понимаю, неужели я заслуживаю того, чтобы меня выгоняли из магазина косметики? Почему людей, которые к вам приходят, вы к нам подошли и стали нас прогонять?